Здарова, народ! Навьё подъехало. Рад вас видеть. В этом видео вас ждёт серия мощных пикч по вселенной Аркейн. Судя по записи экрана, я потратил на свою работу около 25 часов, и это без учёта подготовки, монтажа и записи видео. Почему так много, спросите вы? Ну, потому что после просмотра Аркейн я так воодушевился, что решил не ограничиваться одним артом. В итоге я сделал небольшую историю с Джинкс из четырёх артов. Зацените! Более детально каждую из работ я покажу чуть позже, ну и, естественно, покажу процесс создания в Блендер и в Фотошоп. Если вам тоже запал в душу Аркейн, как и мне, то ставь лайк, смотри видос до конца, будет интересно. Поскольку я поставил себе задачу сделать серию, то решил начать работу с исследования вселенной Аркейн. Одно дело — это посмотреть сериал, а другое — постараться воспроизвести его атмосферу в своей работе. Поэтому достаточно много времени ушло на подбор референсов, и изучение стиля. Затем я решил нарисовать скетчи, чтобы точно знать, что делать дальше. Вариантов раскадровок было достаточно много, все показывать смысла нет, поэтому вы увидите только те, которые я выбрал для дальнейшей работы. В раскадровке хотелось определиться с общей композицией и объёмом. Изначально она рисовалась в формате 16 на 9, но потом я решил использовать более широкий формат. При этом скетчи уже не переделывал. Ну и ещё нужно сказать, что самый первый скетч получился самым слабым, по моему мнению, так как общую мысль я понимал, но не мог уловить детали, поэтому я обозначил, что есть трубы, массив из сооружений, но больше деталей не добавлял. Решил отложить эти вопросы до блокинга в Blender. И второй по счёту скетч не попал в финал, так как в процессе работы я понял, что и без него смысл не меняется. А если он не нарушает структуру и не добавляет ничего нового в рассказ, то зачем тратить на это время? Поэтому вместо пяти концепт-артов осталось всего четыре. Далее я перешёл в Blender и начал с блокинга. Тут история простая, Джинкс пробирается в пилтовер по трубам. На этом этапе я добавляю элементы в виде труб, вентиляции, заборов и тому подобного. Вообще вся сцена состоит из примитивов, деталей, которые я сделал сам, и частей из более детальных китбаш-наборов, зданий и окон, которые подходят под стиль Аркейн. Например, башня на фоне, здание слева и справа – это китбаш-набор. Остальное я доделываю сам. В процессе ещё будут браться окна, но их я тоже переделаю. Кстати, что касается Джинкс, это тоже моделька, которую для каждой сцены я уже ставлю в нужную позу. Следующий этап – это текстурирование всех моделек. Из готовых текстур у меня были только для Джинкс, для всех остальных элементов текстуры пришлось подбирать отдельно. Конечно же, ориентируясь на референсы из сериала. После этого идёт освещение, но тут логика простая – это свет из окон, свет от уличных фонарей и свет от луны, которую я добавлю чуть позже в фотошопе. Делаю рендер и перехожу в фотошоп. Самое первое, что я заменяю – это небо. Думал, что нужно будет склеить несколько картинок для хорошего фончика, но нашёл классную фотку ночного неба на Envato Elements, с которой не пришлось дополнительно работать. Кстати, кто меня смотрит давно, знает, что я часто использую Envato Elements для поиска нужных исходников. Тут очень много фотографий, высокого качества, их количество постоянно растёт. Более того, если вы ещё занимаетесь видео, то тут куча классных эффектов, шрифтов, переходов и шаблонов для Premiere Pro, After Effects, Final Cut и даже DaVinci. Большой выбор видеофотажей, музыки, звуков и многого другого. И всё это по одной подписке. Если интересно, оставлю ссылку в описании, кликайте, смотрите, изучайте. Дальше я начал дорабатывать рендер, прям рисуя поверх картинки. Если вы заметили, то в Arcane видны мазки, и в целом создаётся ощущение, что это 2D-картинка. Поэтому во всех работах я рисую поверх кистью, доделываю свет и текстуру. Далее у меня стоит задача добавить элементы в виде витражей и оконных рам, которые бы соответствовали миру Arcane. Вообще, архитектура в Пилтовере очень интересная, разнообразная и детализированная. Если смотреть сверху на Пилтовер, то очень напоминает старый европейский город с элементами стимпанка и арт-деко. Ну и, конечно же, золотые элементы на фасадах выделяют этот город. Поэтому в данном случае работа с деталями очень важна. Ну а теперь предлагаю посмотреть, как преображается картинка под музычку. На втором арте я продолжу свой рассказ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На втором концепте Джинкс наконец-то пробралась по крыше в Пилтовер. Она явно задумала что-то не очень хорошее. Тут я хочу показать, как она собирается совершить диверсию, скатываясь по крыше с гранатой в руке в сторону солдат, которых вы увидите чуть позже. Естественно, опять поменял позу для джинкс, выстраиваю улицу из тех наборов, которые у меня есть, чтобы использовать это как основу для работы. Ну а дальше идет такой же, как и в первый раз, процесс текстурирования и выставления света. Из этой 3D-сцены в итоге у меня выйдет три арта. Два общих и один крупный план, который идет второй по счету в повествовании. Затем фотошоп и доработка фасадов и добавление кучи мелочей. В общем плане, где она скатывается по крыше, одно из самых интересных было нарисовать солдат. Опираясь на собранные референсы с их костюмами, я просто поверх от руки на планшете нарисовал новую одежду. После доработки всех моментов воспользовался размытием для того, чтобы добавить больше динамики в кадры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в следующем концепте хотелось сделать акцент на гранату в руке и на динамику происходящего в кадре. По сути это та же сцена в 3D, только уже другая камера и немного другая схема света. Тут я уделил много времени перерисовке деталей, попытался придать картинке 2D вид, ну и сильно подрихтовал гранату и поработал со светом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и завершающая сцена, в которой происходит взрыв. Это все та же 3D сцена в Blender. Нужно лишь было только поменять позу Jinx и выставить новый свет от взрыва. А далее идет работа в Photoshop. Взрыв я решил сделать из видеоэлементов, которые я взял также на Envato Elements. Это просто стоп-кадры из анимации с высоким разрешением, которые я скомпоновал в один большой взрыв. Плюс уже от руки сам поверху порисовал тени и свет. Следующее по плану это восстановить все детали фасада, окна и прочее, чтобы оставалось ощущение, что Jinx в той же локации. И еще один интересный момент. В процессе работы я понял, что для полноты картины не хватает убегающего солдата и дорисовал его поверху. Так картинка стала более целостной. Продолжение следует... 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 Это поможет видосу в продвижении. Спасибо. Кстати, сейчас на канале у Кати Форелли также вышел видос по Аркейн. Так что обязательно залетайте посмотреть, что у нее вышло. Для удобства ссылку на видос оставлю в описании. И я очень жду второй сезон, так как концовка была просто пушка. Теперь я думаю, чем все-таки закончится финальная сцена и что будет дальше. Если есть теории по этому поводу, также делитесь в комментариях. Интересно почитать. Ну и скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.